В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Начнем с дорожного конфликта на МКАДе. Там пассажир такси открыл стрельбу. Обошлось без пострадавших. Зато сам дебошир стал фигурантом уголовного дела. Свою вину задержанный признал. При этом объяснил, просто он хотел успокоить лихача и, как следствие, избежать аварии. В эфире такси нас подрезали. Я спросил у него, что делаешь. Он начал выражаться и начал дальше подрезать. Я просто выстрелил в воздух, чтобы предотвратить ДТП. Этот поступок может стоить мужчине нескольких лет свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», предусматривающей до пяти лет тюрьмы. Установлено, что данный гражданин находился в автомобиле такси. В процессе движения он достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвел выстрел в воздух. При этом водитель такси сразу высадил пассажира. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого был изъят травматический пистолет. И еще об одном происшествии на МКАДе. В районе Орехово-Борисова-Южное произошло ДТП. Водитель иномарки не заметил аварию, не справился с управлением и насмерть сбил человека. Тот вышел на дорогу осмотреть поврежденную машину. Все обстоятельства сейчас устанавливаются. Решил заработать настоящие деньги, продавая фальшивые. На северо-западе Москвы сотрудники экономической полиции задержали мужчину, который зарабатывал на пересылке поддельных денег. По словам задержанного, в одном из мессенджеров он получил предложение о подработке. В приложении ему сообщали адрес, где необходимо забрать закладку с поддельными денежными средствами. После чего он упаковывал купюры в конверты и направлял их заказчикам курьерской доставкой. Затем мужчине нужно было отчитаться перед своими работодателями, подтвердить, что отправление выполнено. Но на этот раз не получилось. Моя суть отправить ее на указанный адрес, взять номер, отфоткать номер и отправить на телеграм. После этого вам что, денежные средства? После этого на Киви кошелек не приходили эти денежные средства. За это получал за конверты полторы-две тысячи. По информации полицейских, мужчина успел отправить более 40 конвертов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Курьера с килограммом героина задержали полицейские в Балашихе. За доставку наркотика из Подмосковья в другой город мужчине пообещали заплатить почти 100 тысяч рублей. К работе наркоделец тщательно подготовился. Купил новый чемодан, соорудил в нем тайник. Но никакая конспирация ему не помогла. Александр Белогуров продолжит. Сколько ему обещали? 90 тысяч. Такую сумму должен был получить этот мужчина, если бы довез чемодан-сюрпризом из Подмосковья в Челябинск. Однако диалог через решетку в отделе полиции следствие неудачной поездки. Задержанный наркокурьер, он перевозил крупную партию героина. Это кадры оперативной съемки. Полицейский осматривает чемодан. Под подкладкой спрятана пластина со светлым порошком. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством героином, общим весом более 1 килограмма. Мужчина пояснил, что перевозил наркотик в город Челябинск для дальнейшего сбыта. Вместе с героином мужчина перевозил личные вещи. Так он хотел отвести от себя подозрения, однако все равно попался. Полицейские в ходе спецоперации остановили машину с подозреваемым в Балашихе. 32-летний мужчина заметно нервничал и сообщил, что очень спешит к родственникам в Челябинск. В какой-то момент служебная собака учуяла запрещенное гостинце в чемодане, и тогда путешествию настал конец. В ходе допроса задержанный признался, роль наркокурьера выполняет впервые. Эту информацию полицейские проверяют, а также устанавливают подельников мужчины. Вот приехали, где я там лежал наркотик? В лесу. Они дали этот, вот он. Места назначения. Судя по всему, мужчине совсем скоро предстоит отправиться в новое путешествие. Сначала в суд, а после в места не столь отдаленные. Александр Белогуров, Андрей Чернинок, Петровка, 38. В Подмосковье в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении двух воров и рецидивистов. Мужчины наведались в торговый центр, вышли с новыми вещами, духами и наушниками. И, как это у них водится, по старой привычке не расплатились. Марсель Нургатин расскажет подробности. В уголовном деле несколько эпизодов. Все они произошли в марте в городе Луховице. Все действия злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. На руку мужчинам сыграла начавшаяся эпидемия коронавируса. В торговых залах было безлюдно и можно было не бояться посторонних взглядов. Следствием установлено, что в марте текущего года злоумышленники, находясь в одном из торговых центров на улице Пушкина, похитили парфюмерную продукцию и электронное оборудование, после чего скрылись на автомобиле такси. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска. В магазине электроники один из мужчин берет с прилавка дорогие наушники. Оглядывается. Убедившись, что никто не видит, мужчина присваивает товар. Точно так же товарищи поступают и с двумя жесткими дисками. А вот в парфюмерном магазине людей побольше, да и продавщица тут как тут. Поэтому приятели сначала разыгрывают спектакль, флиртуют с девушкой, просят ее совета и обсуждают новинки. В какой-то момент консультант отвлекается. По иронии судьбы, она проверяет сумку у других посетителей. И в этот момент злоумышленники отправляют три флакона духов в свой пакет. Оказавшись в отделе полиции, подозреваемые были не так многословны, как в парфюмерном салоне. Не буду ничего говорить. Не буду ничего говорить. Не буду. Второй мужчина избрал такую же тактику поведения. Во время задержания оперативники уголовного розыска провели личный досмотр двоих мужчин. При себе у них оказались похищенные из магазинов вещи. Доказательство, что называется, налицо. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Скоро начнется судебный процесс. Максимальный срок, который грозит приятелям, до пяти лет лишения свободы. Марсель Нургатин, Виталий Алферов, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. Героин, кокаин, гашиш, марихуаны и так называемая синтетика. Более пяти с половиной килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителей столицы за прошедшие семь дней. За преступления в сфере наркооборота в наручниках оказались 60 человек. С диагнозом отравления наркотическими средствами в больницы попали 14 человек. Трое из них скончались. Страшная авария в Крыму. На трассе Таврида микроавтобус, который ехал из Краснодара в Симферополь, врезался в грузовик. В момент ДТП в салоне находились 18 человек. По предварительным данным, семеро из них, в том числе водитель, скончались на месте. Еще двое умерли позже в больнице. Девять пострадавших, в числе которых есть дети, доставлены в медицинские учреждения. Следователи устанавливают причины аварии. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Больше двух тысяч литров алкоголя без разрешительных документов изъяли полицейские из магазинов Анапы. Стражи порядка задержали одного из владельцев спиртного, 45-летнего местного жителя. В отношении продавца составлены административные протоколы по двум статьям. Незаконная розничная продажа алкогольной продукции, а также осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. В Смоленске полицейские задержали двоих налетчиков, которые ворвались в квартиру к местному жителю. Злоумышленники избили хозяина и потребовали у него крупную сумму, а также попытались похитить мобильные телефоны. Но незваных гостей спугнул случайный очевидец произошедшего. Подозреваемые ответят по статье «Разбой». Поддельные динамометры изготавливали на одном из заводов в Иванове. Под их производство был оборудован один из цехов предприятия. По указанию гендиректора, на товар незаконно наносился чужой товарный знак. Предпринимателю удалось сбыть как минимум 9 изверительных приборов на 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают возможных соучастников преступления. Необычное применение бани нашел житель Воронежа. Водным процедурам он предпочел криминальный заработок и устроил в банном комплексе на своем участке лабораторию по производству синтетического наркотика. За несколько месяцев не только довел производство до промышленного масштаба, но и наладил канал избыта сразу в несколько городов. Бизнес процветал. Химик-любитель богател. Пока о его деятельности не узнали сотрудники ФСБ и полицейские. Все подробности у Максима Ларина. Вместо березовых веников и тазиков – колбы и химикаты. Судя по интерьеру этой бани, владелец использовал ее, мягко говоря, не по назначению. Вон клубы. Вон это самое, с чего все изготавливается. Наркополицейские задержали химика-любителя, который изготавливал здесь мефедрон в промышленном масштабе. Так, тут вот повсюду необходимы инструменты для изготовления наркотиков. Вот в этих пластиковых банках реактивы. Судя по названию, это бром. Установлено, что злоумышленник производил синтетический наркотик с февраля по мае этого года, а потом отправлял его на продажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили четырех оптовых покупателей, которые в дальнейшем распространяли наркотики на территории Калуги, Саратова, Перми и Липецка. Подозреваемых задержали. Полицейские изъяли около четырех килограммов мефедрона. Этого количества достаточно, чтобы всем участникам банды надолго оказаться за решеткой. Максим Ларин, Александр Белогуров, Петровка, 38. В Волгоградской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джемаат». Спецоперацию провели сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Всего было задержано шесть человек, включая организатора. В ходе обысков оперативники нашли запрещенную в России экстремистскую литературу, а также документы, подтверждающие причастность задержанных к экстремистам. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Парочку аферистов, которые никогда не расставались, задержали полицейские в Санкт-Петербурге. Молодые люди очень часто проводили время в компании друг друга. Была ли это любовь оперативникам, неизвестно. А в том, что у парня и девушки было общее дело, сомнений нет. Злоумышленники навещали местных пенсионеров и втридорого продавали им якобы чудодейственные приборы. Любовь Фомичева продолжит. Эта парочка на записи с камер видеонаблюдения направляется не на свидание. Хотя молодые люди часто проводили время вдвоем. Вместе приходили к пожилым петербуржцам и на пару их обманывали. На счету злоумышленников как минимум двое обманутых пенсионеров. По версии следствия, подозреваемые под видом чудодейственных аппаратов по завышенной стоимости продавали обычные массажеры. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Бывшая жительница блокадного Ленинграда, 82-летняя Татьяна Константиновна аферистам отдала за чудо-аппарат почти 50 тысяч рублей. Ведь парочка обещала исцеление едва ли не от всех болезней. От каких может быть болезней он или что-то еще, или как он просто массажный? Про сосуды, нет, не массаж. Про сосуды я сказала, что у вас обязательно надо пройти лечение, потому что есть большая опасность, инфаркт или инсульт. Купить такой же аппарат захотел и 85-летний сосед женщины. Но когда пенсионер попытался снять со счета 36 тысяч рублей, сотрудники банка забили тревогу и сообщили в полицию. Аферистов задержали. Оба во всем сознались. Задержан за мошенничество. В отношении кого? В отношении стариков. Что делали? Продавал массажера. У нас был фиксированный ценник, но там, да, цены были высокие. Теперь молодым людям все же придется расстаться, и, судя по всему, надолго. За мошенничество им грозит до пяти лет тюрьмы. Любовь Фомичева, Елена Бабаева, Петровка, 38. Сотрудники органов следствия отметили профессиональный праздник. Переоценить роль этой службы невозможно. Именно сотрудники следственных подразделений доказывают виновность убийц и насильников, расследуют дела организованных преступных группировок, предъявляют обвинения мошенникам и наркоторговцам. Я желаю вас всех успехов в вашем труде, здоровья, чтобы эти успехи пришли, чтобы ваши близкие тоже были здоровы, и чтобы всегда были с вами рядом. Поэтому спасибо, с праздником, всего нам всем хорошего, каждому в отдельности и службе в целом. Присоединились к поздравлениям московских следователей и представители благотворительного фонда «Щит и Лира». Отличившимся сотрудникам ГСУ вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Я очень рад, что отметили мой труд в класс, в общую работу следственного подразделения. Хотел бы поблагодарить руководство общественного благотворительного фонда и руководство следственного управления с этой наградой. Спасибо большое. А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Продолжение следует...